Всем привет! Вы на канале Сделай Сам Софии Рейвен. Сегодня вас ждет небольшой обзор моих покупок с сайта Вальберис, а также небольшой обзор пластиковых контейнеров с магазина Fixed Price. Еще я купила в своем городе в магазине для хобби небольшое количество декоративных элементов для украшений из эпоксидной смолы и я их сегодня вам тоже покажу. Ну что ж, давайте посмотрим. В магазине Fixed Price я купила три пластиковых контейнера. Два из них одинаковые. Такие контейнеры двухъярусные. У них имеется четыре ручки, по две с каждой стороны. На каждом ярусе имеются две ручки. Это нужно для того, чтобы можно было беспроблемно снять вот так вот крышечку и что-нибудь внутрь положить. У меня в контейнере уже лежат сухоцветы. Это розочки и тюльпаны. Пока что больше я ничего не насушила. Также можно отстегнуть нижние ручки и снять вот так вот контейнер. И сюда тоже что-нибудь можно положить. В каждом ярусе имеется шесть ячеек. Обратно точно так же складываем верхний ярус, защелкиваем. Сверху мы кладем крышечку и защелкиваем. Очень удобно. Материал полипропилен. Также у данных контейнеров имеются вот такие вот четыре ножки. Честно сказать, я думала, что можно скреплять два контейнера друг с другом. Но это не так. Потому что здесь нету ручек, с которыми можно было бы как-то контейнеры соединить. Поэтому контейнеры каждый идут по отдельности. К тому же два контейнера мне обошлись до 200 рублей. И там 198 получилось. Такие контейнеры это хорошее приобретение. Особенно для тех людей, которые занимаются рукоделием. Еще я купила вот такой вот пластиковый контейнер в фикс прайсе. Он достаточно большой в отличие от первых двух. Я даже отдалила штатив, потому что контейнер слишком крупный, в кадр не влазит. Имеет только одно общее деление. Здесь имеются две большие ручки. Вот так вот мы их убираем. И за счет вот этой вот ручки поднимаем крышечку. Материал, конечно же, тоже полипропилен. У меня здесь лежат разные декоративные элементы. Пигменты, крошка, то есть стекло битое. Также красители, блестки, сухоцветы. Называется данный контейнер мультибокс с клипсами 6 литров. Данный контейнер мне обошелся в 199 рублей. Вот такой вот небольшой наборчик я купила в магазине для хобби в моем городе. Это еще одна стеклянная вот такая вот крошка. 100 грамм 80 рублей красного цвета. Стеклянная крошка не чисто красного цвета. Здесь разные камушки. Желтые, рыжие, красные, бордовые, коричневатые. Для эпоксидной смолы, конечно же, все это. Также в этот раз я купила вот такие вот блестки. Битое стекло 5 миллилитров. Они 32 рубля. Они тоже вот такие вот красные, с каким-то перламутровым эффектом. Своебразный такой хамелеон блестки. Также, наконец-то, я смогла купить себе морскую пену. Пигмент Wave ProArt фирма. Здесь больше ничего не написано. Это порошок белого цвета. Он стоил 225 рублей. Этот порошок нужен для создания морской пены в эпоксидной смоле. Я очень давно его хотела. Хотела заказать на Вальбрисе, но часто его не было в наличии. И все такое. И когда в магазине для хобби появился данный порошок, я все-таки решила его приобрести. Порошок похож на белый пигмент, но говорят, что это не одно и то же. И морскую пену можно создать только из этого белого порошка. И последнее, что я купила, это фурнитуру. Я, честно сказать, не помню, сколько стоила фурнитура. Потому что чека у меня не сохранилась. Из фурнитуры я решила купить вот такие вот сережки круглые. Вот с таким вот кабошончиком для заливки эпоксидной смолы. Скорее всего, это нержавеющая сталь. Я не помню, сколько они стоили. В районе где-то 40-60 рублей за пару. Я их взяла на пробу. Если мне понравится, я куплю еще. Они ровные, царапин нет. Хорошо выглядят. Вот такая вот тут застежка. Еще я купила вот такую вот сквозную форму под куон. В виде треугольника. Тоже нержавеющая сталь. Она стоила рублей 30 за штуку. У меня же есть бесшовная лента специальная. И я хотела давно попробовать вот такие вот сквозные кулончики из эпоксидной смолы. Мне понравилась именно треугольная форма. Там были разные. И луна, и круг, и овал, и квадрат. Что там только не было. Это все, что я купила в магазине для хобби в моем городе. Теперь мы посмотрим, что я приобрела в Вальберисе недавно. У меня большущий пакет с магазина Вальберис. Я купила много разных товаров. И сейчас я вам их покажу. Давайте начнем с больших коробок. Данную коробку я уже открыла, потому что мне нужно было посмотреть, все ли в порядке с тем, что мне пришло. И вот в такой вот достаточно большой коробке мне пришла мицеллярная вода от Корнир. Она для всех типов кожи, даже чувствительной. Очищает, успокаивает и снимает макияж. Мицеллярная вода без трения и не требует смывания. Она для глаз, для лица и для губ. Она без отдушек и гипоаллергенна. Не оставляет видимых следов после использования. Я ее заказываю не первый раз. Мне нравится мицеллярная вода от Корнир. Ее хватает достаточно надолго, но так как я крашусь не так уж и часто, мне хватает вообще на 2 года где-то ее, на год это точно. Тут 400 миллилитров. Состав мицеллярной воды. Это вода, глицерин, косметическая основа и анисовая кислота. Стоила данная мицеллярная вода 297 рублей. Еще в этот раз на Вальдбересе я заказала БАД Шатавари от фирмы Гималая. Это индийский БАД для женского здоровья. Здесь 60 таблеток. Пришел мне БАД вот в такой вот коробке. Я уже покупала БАД фирмы Гималая. Тот же Шатавари. Поэтому у меня уже есть открытая упаковка. Он выглядит вот так. БАД вот такого вот землистого цвета. Такие вот они продолговатые формы. Капсулы. Пахнет растительными какими-то компонентами. Срок годности БАДа 3 года. Шатавари Хималая пищевая добавка для женщин. В основе индийская трава Шатавари. Таблетки Шатавари способствуют правильному функционированию женского организма. Данный БАД дает мощный омолаживающий эффект. Дарит энергию и силы. Он обладает антибактериальным и противомикробным действием. Также я еще читала о том, что он нормализует нервную систему. Что вы становитесь спокойнее, устойчивее к стрессам. А также меньше болеете. К тому же данная трава еще чистит печень. Вот это для меня было неожиданностью. Потому что принимая данный БАД, мне где-то с неделю было нехорошо. Принимаю данный БАД по одной таблетке 2 раза в день вместе с пищей. Но я принимаю по одной таблетке в день. Стоил данный БАД 454 рубля. Давайте откроем вот эту вот большую коробку. Данную коробку я тоже уже вскрыла на пункте выдачи. Давайте посмотрим, что в ней лежит. В данной коробке мне пришла эпоксидная смола фирмы Artline Crystal. В данный комплект эпоксидной смолы входит сама эпоксидная смола и отвердитель. Также входит пластиковый контейнер вот такой вот большой. Тут нету никаких мерных делений. Он просто простой вот такой вот пластиковый стаканчик. 200 мл. Еще в комплект входили вот такие вот нейтриловые перчатки. Они мне большие. Размер руки скорее всего М-ка или Л-ка. Еще мне положили вот такую деревянную палочку для замешивания эпоксидной смолы. И еще у меня здесь лежат вот такие вот буклеты. Здесь написано все про эпоксидную смолу. Также меня просят оставить отзыв на Верберисе. И, конечно же, мне еще добавили курс на сайте Artline, состоящий из 10 уроков, статьи, плюс видео, как работать с эпоксидной смолой. Смола у меня пришла в весовой категории килограмм. Сама эпоксидная смола 650 грамм и отвердитель 350 грамм. Смешивается эпоксидная смола два к одному. Эта смола универсальная. Она подходит для любого творчества, связанного с эпоксидной смолой. То есть это и картины, и разные маленькие украшения, и заливка столов эпоксидной смолой. Вот такая вот большая тара. Это все эпоксидная смола. Но вы можете меня спросить, почему так мало эпоксидной смолы в банке? Тебя что, обманули? Нет, меня не обманули. Просто сам производитель пишет по этому поводу. Неполных бутылок, то есть недолива, это то, что если взвесить компоненты, то есть эпоксидную смолу и отвердитель вместе, в сумме получится тот вес, который заявлен на сайте, то есть 1 килограмм. Смола продается по весу, а не по объему. Обязательно компоненты мы свешим на ювелирных весах, чтобы у нас была точность с вами до грамма. Это очень важно при застывании эпоксидной смолы. Что примечательно у данной эпоксидной смолы? Что она кристально прозрачная и жидкая, без токсичного резкого запаха, идеально для грунтовки. И данная смола подходит и для финишного слоя, завершительного. И это очень здорово. Что мне еще понравилось, так это то, что полное отверждение эпоксидной смолы по 17 часов. Это еще быстрее, чем моя смола фирмы Polydell. Она у меня отвердевает за 24 часа. Максимальный слой заливки до 15 мм. Время жизни смолы до 60 минут, до часа. Это то есть, когда вы можете с ней активно работать. После этого времени с ней ничего нельзя будет уже сделать. Нужно будет ждать полного отверждения. Смолу мне прислали свежую апрель 2022 года. Срок службы смолы 1 год, то есть не самой смолы эпоксидной, а отвердителя. Данная смола низковязкая, то есть обеспечивает полный выход пузырьков воздуха. Время отверждения поверхностное 4 часа, полное 24 часа. Вот это очень интересно, потому что написано полное отверждение смолы 18 часов. Видимо, еще влияет температура воздуха. Не рекомендуется делать отливки толщиной более 1 см. Для больших поверхностей, например, столешниц или полов. Заливать нужно послойно, количество слоев не имеет значения. Интервал между заливками должен составлять минимум 12 часов. Почему я решила купить данную эпоксидную смолу? По причине того, что моя эпоксидная смола фирмы Polidel имеет большое количество пузырьков при отливании ее формы. Может быть, это я что-то неправильно делаю. Конечно же, в последних моих заливках этого уже не так много, потому что я научилась убирать пузырьки с помощью фена, с помощью батареи. То есть, ставлю силиконовую форму на батарею и пузырьки выходят. И с помощью зажигалки простой. Но я также думаю, что все-таки возможно сама эпоксидная смола фирмы Polidel более низкого качества, чем другие эпоксидные ювелирные смолы. Поэтому я купила Artline. Она считается смолой классической. Ее очень многие используют, многие льют. И я вижу, что те люди, которые пользуются данной смолой, в большинстве случаев пузырьков воздуха гораздо меньше, чем у смолы фирмы Polidel. И в принципе, я хотела попробовать в действии более дорогую смолу. Есть ли разница между той смолой и этой? Данную эпоксидную смолу я купила за 1754 рубля. Но сейчас смола стоит еще дешевле, она 1600 с чем-то. Так что, если вы хотите, то быстрее заказывайте. Все ссылки на товары будут доступны в описании к видео. Так как я заговорила об эпоксидной смоле, я вам сразу покажу свою купленную газовую зажигалку. Она мне пришла вот в таком вот пакете. Пупырки. Я уже ее разматывала, пробовала. Она пришла вот с такой вот ножкой, силиконовой, удобной. Ставишь сюда и смотрите, как удобно. Здесь имеется кнопочка ON и LOG. LOG это замок закрыт, значит ON. Это значит мы включаем газ. А после просто нажимаем. Все просто. Тут также есть возможность регулировать газ. Минус и плюс. У меня поставлено колесико посередине. Если сделать минимум, вот так вот это будет. Если сделать максимум, вот так. От самой газовой зажигалки пахнет резиной. Но думаю, со временем запах выветрится. Ее еще называют портативной газовой горелкой для туристических нужд. Взять с собой в поход и всему тому подобное. В газовой горелке имеется возможность многоразового заправления зажигалки. Вот здесь вот имеется вот такое вот отверстие, чтобы можно было заливать газ. Температура горения написана до 1300 градусов. Ее быстро включил, быстро выключил. Не нужно никакой газовый баллон еще вставлять, регулировать пламя и всему тому подобное. С газовой горелкой я боялась спалить молд или эпоксидную смолу. А вот такая вот газовая зажигалка гораздо более удобна в применении с эпоксидной смолой. Газовая зажигалка стоила 289 рублей. И раз уж мы заговорили о эпоксидной смоле, я вам сейчас покажу, что еще я такое заказала. И это силиконовый молд. То есть вот такой вот набор силиконовых форм для заливки эпоксидной смолы. Силиконовый молд состоит из 24 форм. Силикон премиум класса. Я думаю, что даже по внешнему виду это видно. Вот в такой вот упаковке мне он пришел. Я еще его не открывала. Силикон очень плотный. Смотрите, какая у него толщина. Идеально глянцевый, без потертостей, без дефектов. Мне он очень понравился. Я давно хотела качественную силиконовую форму. Глубина форм 8-9 миллиметров. Это силиконовая форма фирмы Хобби Мэджик ручной работы. Обладает идеальным глянцем и имеет небольшую линфу. Как вы видите, размер силиконового молда небольшой. Данный силиконовый молд стоил 482 рубля. Еще я себе заказала снова дезодорант от Леди Спитстик. Невидимая защита. Гель 48 часов. Дезодорант. Против белых следов и желтых 5. Он стандартный. Здесь 65 грамм. Я не буду его распаковывать, потому что у меня еще не закончился предыдущий дезодорант. Не буду много о нем рассказывать, так как я уже рассказывала в предыдущих видео про данный дезодорант. Вот дезодорант мне обошелся в 391 рубль. Я не смогла нигде найти дешевле. На других сайтах и в магазинах теперь дезодорант стоит еще дороже, к сожалению. И последнее, что мне пришло, это вот такой вот чехол для телефона. Смотрите, какие милые бабочки на этикетке. Голубого цвета. Чехол для модели телефона Galaxy A32 Samsung. Цвета голубого. Ну, я бы сказала, скорее какого-то лазурного, чем голубого, потому что у меня чехол голубой предыдущий для телефона. Вот, я его даже принесла для сравнения. Вот смотрите, видите, он прям голубой у меня, а вот этот именно лазурный. Давайте же его откроем. Очень красивый узор бабочки на чехле. Внутри вон такой красивый цветочек. Кожа, кстати, мягкая. Это эко-кожа. Тут вот еще имеется вот такой вот шнурочек для того, чтобы телефон можно было подвесить или носить. Внутри еще вот идет такой вот пенопласт для того, чтобы не повредить сам чехол. Чехол сам внутри силиконовый. Тут еще вот имеется вот такая вот бумажечка. Видимо, чтобы не было царапин. Мне понравился данный чехол на сайте. Он гораздо дороже, чем мой предыдущий. Этот я купила за 400 рублей. Где-то даже не за 400, а за 300 с чем-то. 385, где-то так. Но за полгода он у меня настолько истерся. Просто уже некрасивый вид. Он какой-то весь в пятнах. Что мне пришлось задуматься о покупке нового чехола для телефона. И здесь мне не нравится кожа. Она вся в соломах и трещинах. Достаточно быстро, за полгода. Вот он у меня так вот убился. Поэтому я решила в этот раз купить более качественный чехол, чтобы такого больше не было. Я покупала похожий чехол из такого же материала. И прослужил он мне очень долго. 2-3 года где-то. К тому же здесь имеется отверстие под шнурочек. Для того, чтобы можно было носить телефон. Давайте его просунем. Просунуть в ушко наш шнурок. И все. Вот так вот можно носить. Сшито все достаточно качественно. Без дефектов. Строчка ровная. К сожалению, я не смогу вам показать на телефоне как видео. Только по фотографиям. Потому что на данный телефон я снимаю наше видео. Вид застежки у данного чехла. Магнитная застежка. Почему я выбираю данные чехлы? То есть чехлы книжки. Потому что данный чехол можно трансформировать. Поставить телефон в нем вот таким вот образом. При транспортировке данного чехла в подставку. Есть возможность застежку убрать назад. И зафиксировать ее там. Потому что на задней части чехла тоже имеется магнит. И это очень здорово. На внутренней части крышки предусмотрены кармашки для банковских и визитных карточек. Туда можно положить всякие маленькие фотографии, заметки, банковскую карту. А также небольшое количество денежных средств. Вот такие вот отверстия напротив динамика позволяют вести разговор при закрытой верхней крышке. В принципе это все, что я могу сказать про данный чехол. Также вы сейчас еще увидите фотографии. То, как смотрится мой телефон в данном чехле. Мне очень понравился он. Конечно же был другой выбор чехлов. Можно было снова купить вот такой однотонный. Но мне почему-то захотелось взять вот с таким вот активным рисунком. Чехол стоил 584 рубля. Вот и все. Мы посмотрели все мои покупки на сегодняшний момент. Это были покупки с Wildberries. Также были покупки с Fixed Price. И также небольшой обзор моих покупок с магазина для хобби в моем городе. Если вам нравятся вот такие вот небольшие мои обзоры покупок с разных магазинов, то ставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые мои покупки. А также то, как я тестирую новую эпоксидную смолу от Artline Crystal. И конечно же я была рада вас видеть на моем канале. С вами была София Рейван. Увидимся в следующих видео. Всем удачи. Всем пока-пока.